Всем привет! Все больше и больше французов приезжает в этот райский уголок под названием Россия. Все хотят паспорта наши иметь, как вот, например, господин Депардьо. Где ему там квартиру-то выделили? В каком замечательном городе? Вот и еще один человек. Он, правда, не совсем француз, надо сказать. Он, наверное, наполовину наш русский. Русский человек. У тебя же мама, да, русская? Да, мама русская. А отец француз? Отец француз. До скольки лет ты жил во Франции? До 25 лет. 25 лет. В 25 под основанием учебы переехал по обмену в МГУ на юридический факультет. Когда мне сказали, езжай домой, доучившись, я остаюсь тут жить. Если просетит Балабанова. Не, ну на самом деле, конечно, ты переехал в Москву. Если бы ты переехал, возможно, в какой-нибудь другой дивный город, не будем называть. У меня просто как бы семья московская. У меня в детстве это было в Москве. Я ассоциирую себя с Москвой. То есть, возможно, я был бы с семьей другого. Я бы по-другому бы относился. Но ты же все-таки из Парижа. Да. Это Париж. Париж. Мон амур. Не понравился. Не, 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 шарман. Ну, если есть деньги, то... Не, 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 шарман. Как я говорю, я... В Париж, если есть деньги, то все будет мигать из себя для тебя. Если нет денег, будешь в пробках стоять на кольцевой. А, интересно, кстати, определение. Но еще хорошо стоять в пробках на кольцевой. Некоторые даже на то, чтобы в пробках постоять не могут. Некоторые даже не постоят. Хорошо. Какие основные были причины того, что ты все-таки решила уехать из Франции и остаться в России? Причины разные. Вообще в России веселее жить. Да, возможно. Но французы же все-таки веселые нации. Относительно русским скучно. Мне в первую очередь тут веселее жить. Во-вторых, учить мою профессию, мне как бы тут проще развиваться в России. Мне нравится... А ты по профессии работаешь именно как учился или ты все-таки поменял его? Вообще ты сначала хотел на дипломата попасть и по посольствам гонять на машинках с флажком. Да, такая тяжелая участь. Да, потом я понял, что подчиняться кому-то чуть неохота. Я решил работать на себя и прошел фотографию. И уже живя в России, хотя приехал учиться в Юрфак, я понял, что и тут в принципе все круто, все получится. А вообще во Францию я хочу. Там вообще... Отпуск. Вот, приехал во Францию, отпуск, да. Я согласен. Поел, поспал, погулял нормально. А там жить как бы... Вот я не француз, но у меня почему-то такое же ощущение. То есть я вот приезжаю туда, хотя последний раз, пару раз съездил в Париж, и как-то тоже даже сердечко уже не екает. Как-то раньше приезжал, а сейчас уже как-то так вот на самом деле. А я приезжаю в Москву, как раз, и да, вот ох, ах. Слушай, ну хорошо, но при этом же все равно, ну, французы, будем откровенны, они, ну, такие достаточно шовинистые, ну, это нормально. Они очень шовинистые и очень лицемерно об этом не говорят, то есть они... Они вообще лицемерно обо всем не говорят, потому что они очень лицемерные. Они очень шовинистые, да, и как-то вот этот бес, вот этот вот неоднозначный, вот этот вот европейский вот пластмасс-улыбка и так далее. Да, и в России, как бы, ну, ты знаешь, за что получаешь по морду, да, и за что даешь по морду, да, то есть, как бы, не всегда получать, главное. И тут как-то, не знаю, более живее, более людское, как бы, отношение, в принципе. Вот я за людское. Ты за людское. Но все равно, есть же определенный имидж, да, о России. Хотя, кстати, мы тут опрос сделали небольшой, он показал на удивление, ну, то есть, если ты приедешь в Америке, сделаешь опрос, там все, ну, все говорят, что обычно русские фильмы, они bad guys. Вот, но во Франции меня поразило, были даже какие-то позитивные высказывания, хотя, конечно, мне кажется, общий-то имидж нифига не позитивный. Странно здесь, в каком регионе речь идет, в какой-то глубинке, понятно, речь не будет идти. Если взять коммунистов, у вас будет половина ненавидеть Россию из-за того, что они убили коммунизм, а половина любить Россию за то, что она построила коммунизм. Если правых взять, половина будет ее любить за Николая Второго, другая ее не будет ненавидеть из-за Николая Второго. То есть, везде делятся на две части. Слушай, а вообще коммунистические движения сейчас сильны во Франции? Коммунизм в своем формате, на изначальном проекте, да, я как бы его не вижу как существующим, он уже никакой. Они просто, я так понимаю, взяли идею международной дружбы, международной дружбы слишком близко к сердцу, что, наверное, и дает вот эту вот любовь к эмиграции. Как бы ты описал основные проблемы Франции, которые сейчас вот стоят перед страной? Очень много проблем. Так, первая проблема, давайте сделаем так, давайте уберем проблему эмиграции и толерантность на последнее место. Потому что свои достаточно так гадят, что как бы уже не до эмигрантов, это уже последняя из наших проблем. Ну, берите, например, Британия, там производят самые лучшие клубники. Почему-то покупают клубники и в Испании, где там одна вода. То есть, в вопросе идет, речь идет просто о сельскохозяйственном состоянии Франции, о достижении... То есть, ты имеешь в виду, что французы покупают клубнику в Испании? Да, грубо говоря, вот так вот. Хотя, казалось бы. Казалось бы, скоро будут вино в Крыму покупать. Ну, мне кажется, нет, ну, про вино-то вышла. Да, да, я так решил. То есть, сельское хозяйство... Сельское хозяйство падает, фермеры вешаются, потому что месяц начинается в минусе. Врачи все переезжают в столицу, в деревнях ничего нет, качество и там финансы от государства падают. Все госструктуры, как РЖД и так далее, продаваются в частной компании, которая теперь делает свои дела между Италией и Францией. То есть, Франция, какая она была до, то есть, такая государственная, где есть такие вот блоки, да, экономические, где есть социальное обеспечение. Все просто рушится и все катится не туда, куда бы хотелось. И сверху посыпаются, конечно, иммиграции и так далее, уже какие-то ненавистные моменты, да. То есть, я даже не буду говорить о своей позиции об иммиграции, несмотря на то, что я к ней плохо отношусь. Вопросы очень-очень большие, экономические. Вопрос воспитания людей, то, что их там не воспитывают с детства, да. Ювенильные инстанции, например. И очень-очень много мелочных проблем. Безнаказанность высших чинов. Необоснованно высокие зарплаты у определенных представителей народа, верхней и нижней палаты, да. И куча-куча всякого такое бесит людей почему-то. Например, частные компании занимаются камерами вдоль дороги. То есть, ты получаешь штраф за то, что ты нарушил закон, но какой-то процент твоего штрафа идет в частные руки. Вот. То же самое, что не знаю, что какая-то компания бы арендовала государству суд и брал бы процент с каждого наказания человеку, да. То есть, куча-куча таких проблем. Сегодня настолько плохо как-то все стоит. Просто французы любят бунтовать. Русские только эволюцию делать. Ну да, Леогреф это же такой вид спорта национальный. Да. То есть, все в перемешку, СМИ все это мешает. То есть, я могу дать окончательное видение этой картины, но достаточно много... Ну, какая-то она у тебя мега мрачная. Мега, да. Да, то есть, такое ощущение, что тебе заплатил кровавый Путин за то, чтобы ты приехал и начал вот это... А это и правые тоже говорят. Это как бы, я думаю, что все сейчас недовольны. Просто нынешний президент Макрон выбрал определенную идеологию. А в чем она, кстати, заключается на этой идеологии? Я пытался выяснить в последних своих приездах. В общем, он копирует Путина. Да, он копирует 90-е. Полная либерализация рынка. Он выбрал такую экономическую систему. Полную либерализацию рынка. Постраивайся или ты встречаешься в системе. Все. Вот. Он почему-то полюбил в последнее время спускаться под водной лодки и садиться в истребитель. Ему нравится ходить в военной форме, хотя он не служил в армии. Он даже никогда флаг не поднимал, что, собственно, избесил моего дедушка. Он много от чего любит делать, как у Путина. По примеру, у него не получается. Он не тянет. Он не офицер. Потому что он не наш парень. Да, у него нет вот этого закалки. Наш парень из кровавой гыбни. Он органично сюда вписывается. А этот нет. Да. Так что Макрон полная либерализация. Кому это выгодно, тем лучше. Кому нет, ну, плохо. Как бы ты разделил французов сейчас? По каким вообще критериям они делятся? Ну, то есть, вот у нас в России, грубо говоря, самое простое распределение – это, не знаю, ватники и либералы. Ну, это примитивно, конечно, все не так просто. Но это как бы понятно. То есть, ты про политические убеждения. Я про политические убеждения. И, может быть, еще про какие-то социальные или еще какие-то истории. Первый вопрос. А что такое француз? О, хороший вопрос. А что такое француз? Вот русский человек, ну, это определение, ну, славянин. Правильно? Да. Вот. Является ли Беларусь русским? Хотя Наполеон говорил, что поскреби русского и найдешь татарина. Ну, это там подачи на восток. Вот. То есть, как бы, ну, русский человек к славяну, в принципе, относим. Да? А французу, ну, к какой категории? Привет. Пришел наш общий знакомый. Звезда. Рок-звезда пришла. Да. Мой первый репетитор русского языка. А, да? Нифига себе. Какие у него таланты-то скрытые. Да. В общем, француз – это, во-первых, объединение кучи регионов, которые национально никак не относятся к французу. Ну, да, там же и север, и юг – это же вообще сам… То есть, да, Британия – это одно, Нормандец – другое. Ильзас, прости господи. Да. То есть, француз – это больше такое гражданское, мне кажется, объединитель, который культурно, учитывая, что это уже давным-давно продлевается, можно этих всех людей очень разных обхватить француза. То есть, мы скажем, что вот этот вот француз, который может выглядеть на немца, на испанца, на итальянца, на англичана, да, зависим от региона. Вот этот вот француз, можно его разделить по, как сказать, я бы сказал, во-первых, по образованному человеку и необразованному человеку, самое главное. Я с необразованными не общаюсь, мы их убираем, потому что, ну, не о чем говорить, какая Россия, какая вообще что, то есть, как бы телевизор, и все, ватник, возможно. Образованный человек, его разделим на, в нашей ситуации, прорусский, антирусский. Он может относиться к любой партии, в принципе, как я раньше говорил, он может быть тросхистым или сталинистым. Он может быть за Николая II, например, или анти, вот этот вот вонючих русских, мы там бы их побили в каком-то XVII веке. Он может быть католиком, ненавидеть православных. Он может быть христианом, ненавидеть коммунистов. То есть, он может быть мусульманцем, ненавидеть православных. Он может быть мусульманцем, уважающим Россию, за то, что у них есть мечеть, люди молятся. Разбить можно их очень... А, тот, который был в России, тот, который не был в России, тоже очень... А вообще тема России, насколько она звучит во Франции? Последнее время либо это мои, как бы, антиевропейские видения, вот это вот, как бы, придумают, но почему-то Путин стал очень модным в телевидении. Везде что-то про Путин. Да, но мне нравится то, что и Путин, и Обама был модным, но почему-то, когда показывали Обаму по телеке вместе, с ним шел звук, его речь, а когда шел Путин, была картинка, и за него кто-то что-то говорил и придумывал, и договаривал. Вот, так что относительно России, да, конечно, раскрываются границы. Я могу сказать, что, допустим, такие каналы, как Russia Today и Спутник, в какую-то степень влияют. Я не буду оценивать их с точки зрения журналистики, это не моя профессия. Они, в принципе, открывают какие-то вещи. Я стараюсь на своей стороне, на своем канале это делать, в какую-то степень, несмотря на там обхуй, да. Столько людей, сколько мнения. Все будут что-то обсуждать, обдумывать, но хочу вам сказать, что такое русский, что такое славянин, что такое Минск для России, что такое Киев, что такое Севастополь, Новосибирск, что такое блокад. И никто об этом ничего не знает, и уже разговоры закрываются, и как бы все очень в кашу идет, и всем, в конце концов, пофигу, идут домой. Хорошо, в конце давай сыграем в такую игру. Я тебе буду говорить такие вещи, которые либо я сам выяснил с удивлением о Франции, либо мне рассказали люди, которые там очень долго жили. А ты мне будешь говорить, так это или не так? Значит, первый момент. Француз никогда в жизни, даже по пьяни, не скажет тебе правду в глаза. Возможно, не скажет. За исключение ровных пацанов. А, ну это понятно. У нас есть ровные пацаны. Пацаны вообще, ребята. А как они по-французски называются? Ровные пацаны? Да. Вот он вот оператор, ровный пацан. Я понял, он может в России жить, и у него проблем не будет. И Лед, как он говорит, что люди, которые хорошо в Франции, которые не говорят, которые не говорят, что говорят, что говорят, что говорят, что говорят. Есть ли такая экспрессия, или нет? Нет такого слова. Так, следующий момент. Это, я пытался это выяснить в последний раз в Париже, прямо смотрел на женщин, но вот мой приятель, который он прожил 7 лет, он говорит, что французские женщины очень экономные, поэтому они не так часто моют голову. В Париже особенно. Так, во-первых, я не щупал волосы француза. Ты пропустил все. Может быть, ты уехал бы из Франции после этого. Или побыстрее бы уехал после этого. Нет, у меня как бы после первых моих начинаний в качестве мужчины, скажем так, которые начали в России, я после этого потерял вкус и желание, любопытство это испытывать во Франции. И почему-то все меня тянуло в Россию. Соответственно, вот такого, как-то мне, возможно, к счастью мимо прошли. Вот. Но ты еще можешь потерять там девственность. На родине своей, на второй. Вот. Так что, да. Они не такие женственные, да? Или в чем? Во-первых, дорого быть женственной. Да. В принципе, дорого. Да и в Москве дорого быть женственной. Педикюр, маникюр сидел, а вот полтос ушел дорого, чем квартира. И то я поэкономлю, да? А после русского питания, в принципе, очень сильно надо в залах ходить, потому что эти, конечно, чудесные пельмени, вареники, лепешки, конечно. Вот. Француженки, они после 30 лет себя раскрывают, как женщины, я заметил, потому что они, например, по доходам доходят до этого, потому что социально уже этот вопрос начинает подниматься, они уже социально себя как бы подняли на соответствующий уровень. И уже тогда становится поинтереснее. Почему-то все сексуальные женщины, которые там были, это было в отдел кадров. Ну, возможно, и в России тоже, но там именно вот отдел кадров 30+. Касаясь малолеток, ну, что-то политики болтают, что-то там о своих правах, что-то там еще и так далее. Мне это как бы не очень интересно было. Вот еще как бы был последний раз в Париже, и одна из моих экскурсанток, ну, я там возил группу, да, у нее там дочь учится, и она мне тоже рассказала такую историю, что она не может вот с ними общаться, потому что, он говорит, я прихожу, и первые 45 минут все рассказывают, кто что ел, как это было приготовлено, под каким, значит, антуражам это было подано, и вот это вот, это обязательно, это первая часть, вот просто вот об этом, об этом, только об этом, а потом уже о чем-то другом. Да, да, удивительно, что не о политике, кстати, потому что в основном только политика, вот мои друзья как раз, ну, питерцы, когда приехали в Париж отмечать Новый год, они почему-то удивились, что люди о политике говорят, они танцуют в Новый год. Обсуждает Макрон, Верхняя палата, кого засудили, кого и так далее. Господи, 31 декабря уже, я скоро буду, извините, нет, над прополитику. Это первый момент, поскольку я еще все-таки с начала института начал учиться в русско-французском вузе, на право, там были в основном все эмигранты русско-русско-русско-происхождение, которые шкирили за пятерками по русскому языку и подобным предметом. То есть, у меня в классе были армяне, грузины, чеченцы, даги, белорусы, украинцы, русские. То есть, я приходил на учебу утром, начал разговаривать на русском, вечером, ну, до вечера на русском и домой, где у меня, собственно, опять на русском было. Я знал, слушал французы только в метро. То есть, какие-то 4-5 лет, можно сказать, что я уже, в принципе, переехал в Россию, да, в какую-то степень, да, то есть, я, в принципе, возможно, думаю, хороший показатель того, что там происходит, но я достаточно рано как бы оттуда смотал. Это не ломает интервью случайно? Ой, все, все, закончили, блин, все сломал. Оказывается, блин, типа, понимаете, наши лагеря прошел, наши девушки. Слушай, правоохранительная система, менты и прочее очень плохо работает во Франции. Государство, они в очень плохих условиях работают, заполнены, переполнены суды делами, внедряют во Францию политика, играли и в новогодние беседы, и еще и в решениях, то есть, те решения, которые должны быть по факту четкими, они становятся политкорректными. Это касается приказов военных, да, там, касается каких-то там уличных, да, беспорядков, это и касается и права. То есть, политика туда вошла, люди уже не каким-то делом занимаются, это все как-то должно быть политкорректно, с линии партии. Напомним, да, Макрон, что он сделал, кстати, очень круто, он был, он выходец из левых, где был Аланда, если так в красе, чтобы немножко осветить людей, был Аланд, у него был Макрон. Алан, грубо говоря, сделал саботаж своей партии, Макрон вышел, сказал своим, либо вы со мной в новую лодку, либо вы дальше тонете. Кто-то остался тонуть, кто-то к нему перешел. У него против него было кто? Правый либерал, это Филлион был, и ультраправые националисты. По Франции националисты равно нацист. Как бы не разбираются в деталях, неважно, против, за иммиграция. И чтобы выиграть против правых, надо было просто их убрать на первом туре, оказаться на втором туре против националистов, потому что за кого угодно, только не за них. То есть убрали Филлион, доставили какое-то дело о том, что он купил два костюма себе на 800 евро за госденьги. Люди обиделись, то что он нечестный либерал, и он сказал, что надо работать, он сам ворует. В итоге Филлион ушел, он сказал тем, либо вы со мной, либо вы с ним дальше. К нему перешли правый, то он сказал, левый, правый, одна партия в центре, одна линия, все, остается ультраправый, ультралевый. Кого-то мне напоминает. То есть как бы картинка политическая, она такая сегодня, есть линия, и за ней надо следить. Слушай, ну очень круто, вот это, кстати, было очень круто, прямо вот такой для чайников, да, ликбез про то, что вообще происходит в французской политике. Ну, что я тебе хочу сказать? Спасибо, что дал мне это интервью, наколочка у тебя тут прекрасная, Севастополь, блин, видели бы вы эту наколочку. Часть. Часть выше. ДМБ. ДШБ. ДШБ. Ой, шикарно, шикарно. Так, ну, увидимся еще, я думаю, конечно же, на просторах интернета, так и вживую. Ну, а вы, дорогие друзья, оставляйте свои комментарии, вот там вот, вот, задавайте вопросы. До следующих встреч, еще будет анонс в конце этого, я его запишу отдельно. Но пока, пока. Ох, 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 надо сказать, что будет еще один выпуск с Яном, потому что потом уже вне эфира он рассказал про свои ощущения похождения в российской армии. Он служил в ней. И надо сказать, что это, конечно, заслуживает отдельного видео. Так что, вы еще услышите этот совершенно феноменальный рассказ полной мудрости, иронии, жесткого стеба. Поэтому ждите. Ну, а я хочу напомнить, что 26 мая в Петербурге в 19.00 будет противоречивание Икрасов, часть 2. И мы пройдем по Тайным дворам на Лисейном проспекте. Там будет Есенин, Ахматово, все-все-все. 27 мая в день города у нас в 19.00 в Петербурге экскурсия под названием «Бизнес по-русски». Будем гулять вокруг гостиного двора и смотреть, что там находится на противоположной стороне Невского проспекта. Расскажу про купеческий быт и вообще, как делались эти деньги до революции. В среду, 30 мая это будет будний день в 20.00 у нас экскурсия по Исаакиевской и Сенатской площади. Там расскажу про убийство министра Сипягина Балмашовым. То, чего даже Чугоблин не рассказывал. Дальше про восстание декабристов. Где принимали Достоевского и где соответственно встретил свои последние дни Есенин. Это все представляете в одном месте находится. В Москве 2 июня меня тут переклинило. Я так мало сплю в последнее время, что я решил, что надо переносить на 9-е, потому что 2 июня это рабочий день. Нет, выяснилось, что 9-й это рабочий день. Так что 2 июня все в силе. 13.00 мы гуляем по переулкам Москвы на этот раз, армянскому и всем остальным в 13.00 вездесущие армяне и все, что с этим связано. Там масса всего интересного. Покажу разные тайные ходы. Ну, как тайные. Для некоторых тайные, для некоторых явные. А в 16.00 2 июня в субботу будет экскурсия от Покровки до Хитровки. Ну, там собственно весь огонь от совершенно неприметной мастерской Левитана до Чрева Москвы, где, ух, что только не было. Зайдем в Патайной дворик. Покажу Гальдереки, как их называли. И еще одно объявление. Я после 2 июня стартую в Нижний Новгород. Там 7 числа, это, я так понимаю, четверг, если что, меня поправите, в 18.00 будет моя лекция «Неизвестные Горькие» от Петербурга до Москвы. Причем лекция бесплатная. Там надо будет записаться по телефону. Это происходит в каком-то информационном центре центральном новгородском. Моя давняя знакомая строила эту лекцию. Телефон будет указан в описании под этим видео. Звоните, записывайтесь. Еще раз хочу сказать бесплатно. Все для вас, для прекрасных глаз. И еще один момент, связанный с Нижним Новгородом. Дело в том, что я там буду снимать наш самый главный клип. Я тут готовый к выходу переформатированный проект ОСА. У нас уже два клипа снято. Вот этот самый главный инстаграмчик будем снимать. И у нас там соответственно фигурирует народный русский хор. Совершенно необязательно петь, совершенно необязательно быть членом хора. Но если у вас или у ваших знакомых есть какие-то народные костюмы либо подобие оных, и вы хотите принять участие просто в массовке, постоять, подкрывать рот, как я вам расскажу, то пожалуйста свяжитесь со мной. Это будет происходить в понедельник и вторник. Соответственно даже во вторник, 5 июня, по-моему, да, мы снимаем хор там в районе Новгородского Кремля. Ну и еще будет пара локаций. Также если вдруг у вас есть вы сами либо ваши знакомые ездят на тракторе, то тоже найдите меня, нам очень будет в кассу сцена с этим собственно трактором. Это все в Нижнем Новгороде. Вот. Все, что хотел, сказал. А вот теперь точно все. Оставляйте комментарии вот там. Увидимся. Пока. Пока.